МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Маслов. Александр Владиславович, здравствуйте. Добрый день. До 16 марта, я правильно понимаю, у нас принимаются заявки на республиканский этап конкурса «Экспортер года». Вот кто может участвовать? И самый главный у меня вопрос, чего ради? То есть что им это дает, этот конкурс? Да, действительно, до 16 марта мы принимаем заявки на конкурс «Экспортер года». В этом мероприятии могут принять участие крупный и малый бизнес, зарегистрированный на территории Чувашской республики. Это могут быть любые сферы, абсолютно машиностроение, химическая отрасль, электротехника. Это дает общественное признание. Кроме того, победитель регионального этапа конкурса выходит, соответственно, в этап федерального конкурса. И там уже на национальном уровне можно будет победить в этом конкурсе и получить, соответственно, ценные подарки, призы, общественное признание и возможность называть себя «Экспортером года Российской Федерации». Призовой фонд, наверное, какой-то предусмотрен или нет пока в республике? Или это речь идет только уже про федеральный этап? Да, в республике тоже предусмотрены ценные призы. Мы со стороны Центра поддержки экспорта предоставляем возможность обучиться презентационным навыкам, повысить свои деловые компетенции, повысить свои компетенции в области делового английского. То есть все это поможет при участии в выставках, в каких-то наших организационных мероприятиях за рубежом, нашим экспортерам увеличить свои продажи и найти новые рынки сбыта. И плюс я знаю, что можно будет использовать звание «Экспортер года Чувашской Республики» в каких-то рекламных целях. Мне кажется, для компаний, особенно малого и среднего бизнеса, тоже важно. Да, действительно, «Экспортер года» – это статусное звание. Мы каждый год стараемся имидж этого мероприятия поднять. Ну и «Экспортер» – это всегда достаточно… Звучит. Звучит, да. До 16 марта мы принимаем заявки, когда станут известны вообще победители, хотя бы у нас в Чувашской Республике, и кто, соответственно, проходит следующий этап. После того, как мы окончим сбор заявок, у нас будет неделя для того, чтобы мы в конкурсной комиссии определили победителей регионального этапа, и 27 марта у нас планируется торжественное награждение, в котором мы уже сможем честовать наших победителей. У нас много сейчас заявок подано уже? С середины февраля, я так понимаю, да, у нас как раз объявлено прием заявок? Да, на сегодняшний день, вот по последним данным, порядка 15 компаний направили заявки на конкурс. Это считается много для нашей республики, или это средний показатель, или мало? Ну, по сравнению с прошлым годом даже, например. Пока это небольшая доля. Но время есть. Да, это больше, чем по сравнению с прошлым годом, но мы планируем, что к концу приема заявок, как у нас это обычно бывает, организации все-таки начнут заполнять эту анкетку, абсолютно небольшую простую анкету, которая займет у них не больше 5-10 минут свободного времени для того, чтобы принять участие в этом конкурсе. Как вы думаете, все-таки шансы у наших компаний? Каковы? Да, безусловно, есть. Безусловно, есть шансы наших компаний. И в сфере промышленности, это такие сферы, как машиностроение, химическая отрасль. Очень активно у нас сейчас на экспорт выходит строительная отрасль, это производители межкомнатных дверей, железные двери. Ну, я думаю, что шансы есть. Это вот для тех компаний, которые уже представляют свою продукцию на иностранных рынках. Вот теперь для тех, кто только планирует выйти на внешние рынки. Я вот зачитаю материал газеты «РУ». По статистике, среди основных проблем экспортеры МСП чаще всего выделяют именно нефинансовые проблемы. Около 70% экспортеров МСП ставят на первое место проблемы поиска партнеров за рубежом, поиска рынков сбыта, продвижения товаров, их сертификацию за рубежом. Вот центр экспортной поддержки во всех вот этих вот проблемах как раз может помочь компании? Ну, экспорт – это следствие, когда вы становитесь конкурентно способным не только на внутреннем, но и на международных рынках, встает необходимость продавать на новые рынки сбыта. Центр поддержки экспорта в своей деятельности в текущем году планирует организовать более 10 мероприятий, более 10 участий в выставках за рубежом и на территории Российской Федерации для более чем 35 компаний. Мы уже определили потенциальных участников выставок, сейчас в течение года планомерно планируем их участие, вы знаете, что подготовка к участию в выставке – это достаточно продолжительная процедура. Сейчас компании направляют соответствующие документы, мы определяемся, где они будут участвовать, в каких выставках и, соответственно, с какой продукцией. Кроме того, важную часть занимает и знание в сфере продаж на внешние рынки. Мы планируем в течение текущего года провести 11 семинаров на экспортные тематики. Они будут проходить в центре «Мой бизнес», и календарь этих мероприятий можно будет увидеть у нас на сайте тоже. Там будут семинары по таким темам, как валютное законодательство, логистика, переговорные моменты, связанные с продажами на зарубежные рынки. Ну, в общем-то, все темы, которые касаются у нас внешнеэкономической деятельности, на этих мероприятиях будут затронуты. Чем еще может помочь центр экспортной поддержки? Я знаю, что, например, сайт, если компания имеет, чтобы выходить на зарубежные рынки, нужно же на несколько языков перевести сайт. Да, действительно. Кроме того, что мы проводим образовательные мероприятия, мы и подготавливаем готовую продукцию субъекта МСП к выходу на рынок. Кроме того, что мы найдем партнера, мы можем помочь в сертификации продукции, которая необходима во многих странах. Это является первым требованием покупателя при выходе на рынок. Кроме того, действительно, выставки и бизнес-миссии есть, кстати, и такой формат мероприятий, когда мы собираем делегацию из субъектов МСП и, соответственно, перевозим ее в какую-то зарубежную страну для проведения переговоров с потенциальными покупателями. В прошлом году мы организовали такую бизнес-миссию в Кыргызстан. Там мы встречались с руководителями администрации региона, с представителями. Это была бизнес-миссия с предприятиями электротехнической сферы. И там они встречались с крупнейшими монополиями, с крупнейшими заказчиками, теми компаниями, которые эксплуатируют сети. То есть это непосредственно их покупатели, которые серьезно заинтересованы в покупке их продукции. Что нужно сделать компании, чтобы получить такую поддержку? То есть как обратиться к вам? Это все платно, бесплатно для этой компании? Для этого нужно будет подать заявку через наш сайт. Некоторые виды услуг у нас бесплатны, как я сказал, это поиск партнера. Некоторые виды услуг предоставляются на условиях софинансирования. То есть 20% оплачивает эти услуги субъектом МСП и 80% оплачиваем мы. То есть, соответственно, если вы находите подрядчика, который переведет для вас сайт на иностранный язык за 100 тысяч рублей, вы оплачиваете 20 тысяч, а 80 тысяч оплачивает центр поддержки. Ну, очень неплохие условия, мне кажется. Это отличные условия, и они очень эффективны для нашего бизнеса. То есть предприятие подает заявку, вы уже смотрите, подходят ли они по параметрам, действительно ли это МСП, конкурентоспособны ли предприятия, и уже, например, занимаетесь или не занимаетесь. Ну, предприятие проходит, скажем так, оценку экспортной зрелости, когда оно отвечает на несколько вопросов, и мы уже по бальной системе понимаем, готово ли действительно предприятие, то есть переведем ли мы им сайт, и оно действительно готово будет к экспорту. Потому что иногда бывает так, что компаниям, которым мы помогаем, к ним начинают звонить зарубежные партнеры, а в этой компании даже нет человека, который разговаривает на английском языке, и, соответственно, сделка срывается. Ясно, купить хотя, да, а продать не могут, собственно говоря, такое тоже, видимо, бывает. Для представителей крупного бизнеса, да, тоже, кто им уже помогает, вот именно выходить на зарубежные рынки? Да, действительно, Центр поддержки экспорта предоставляет у нас услуги для малого и среднего бизнеса, но если вы крупный экспортер, а таких у нас в республике порядка 20, то вы можете воспользоваться услугами российского экспортного центра через наш центр, в том числе, подав заявку в офисе организации. Они предоставляют, точнее, российский экспортный центр также предоставляет спектр услуг, но направленный уже на поддержку крупного бизнеса. Наиболее популярной услугой является возмещение логистических расходов для предприятий сферы АПК и высокотехнологичной продукции. Спасибо. Ну что ж, уважаемые предприниматели, если вы почувствовали силу стать участником конкурса «Экспортер года» или просто стать экспортером, вся информация на сайте. Адрес вы сейчас видите на экране. Я напомню, мы и беседовали с руководителем Центра поддержки экспорта Чувашской Республики Александром Масловым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин